Многие жалуются, что сейчас они ходят как-то криво, раздваиваются. Есть такое? Вот что вы хотите? Посмотрите, сколько в мире тысяч людей убивают каждый день. Вы атмосферу ощущаете? Или не очень? Так просто не бывает, болеет вся планета сейчас. Смотрите, что творится. Вы просто обязаны болеть. Вернее, чувствовать, что происходит. Люди пытаются как-то спрятаться, таблетками себя успокоить, там где-то маленький мирок свой создать, а давление скачет от 60 до 180 за 10 минут. Ну, верхнее. Я просто знаю такие случаи. Ой, какой ужас! Ой, какой ужас! Если бы вы делом не занимались, давно в гробу уже были. Я серьёзно вам говорю. Потому что обстановка действительно, ну, вот, кто кого сегодня. Имеется в виду, какие силы возобладают, тёмные или светлые, на время хотя бы. Насчёт светлых. Поэтому персонально на себя это не переносите. У вас, бедных, вот всё не так. Не так вообще везде. На планетарном уровне всё не так. Идём дальше. И вот это тоже касается того, что вы, в общем-то, себе ещё фантазируете. То, что мешает большинству людей, это их ментальная активность. По-любому вопросу. Действительно, тело бесконечно признательно, что его освободили, оно себе, говорит, от присутствия ментала так, что оно полностью смогло стать под влияние нового сознания. Без этих накопленных привычек, так называемого знания, это великое преимущество исчезновения ментала. Вы всё начинаете обсуждать. У вас от всего возникают проблемы. Вот я на себе изучил, вот самая сложная ситуация, когда ты в помойке сидишь. Ни одной мысли, всё. Только малейшая дырочка в ментальном пространстве, всё, сразу наполняется дрянью и сразу паника. Ни одной мысли, вот вообще ни одной. Всё. То есть вы должны бронёй всё про ментальный быть ограждены от этого мира. Вот там будет всё в порядке. А только маленькую утечь дали, всё, вас зальёт, засыпет и погребёт под этими обломками. Ум. Я, наверное, пришёл для того, чтобы всё-таки с умом окончательно разделаться. Это молитвы, просить кого-то ещё, молчать, всё. Другого рецепта я уже не знаю. Только молчать. Только не спрашивайте, а как, вот у меня не получается. Ну, не получается, я за вас этого сделать не могу. Значит, болтайте. Учитесь молчать. Стойте насмерть в этом вопросе. Как чудесно становится жить, когда ум практически полностью прекращает свою активность. И наша жизнь организуется совершенно удивительным образом. Спонтанно, без вмешательства ума. По любым вопросам. А какую свободу получает тело физическое, да? Само тело, которое лишено нашей назойливою опеки, заботы о нём. Ой, давление такое, ой, голова закружилась, ой, ещё что-то. Только вы начинаете, ой, ка телу конец. Доносите, какое есть. Чё, менять, что ли, его? Донашивайте. Чё вы смеётесь? Разносили всё, примерились, нормально. Чё ещё-то? Если нет ума, то есть ум молчит, то новое сознание погружает вас обязательно в нормальную, спокойную атмосферу. Без паники, это уж точно. Вот так происходит. Нет ума, значит, вы в нормальной атмосфере. Причём это в один момент может быть. Сейчас вы думаете, думаете, пошла работа ментальная. Потом раз замолчали. Ой, боже мой, неужели было вот там 5 секунд назад вот так мутанно? Просто молчать. То есть вас сейчас принудительно будут к этому приводить, чтобы не философствовали. Умники! Обстоятельства таковые, я начинаю это увидеть. Это начинает всплывать, начинает показываться у самых приличных людей плутоватая атмосфера. А у плутов я молчу. Самых приличных людей плутоватая атмосфера. Вообще плутоватая атмосфера, она кругом. Заметили? А? Причём сейчас стали замечать. Так, ты сами плутовали, но сейчас себя тоже иногда ловите на том, что вот где-то вот, ну, там, подбираете. Ну, что-то вот из этой области. Ведь есть супраментальное видение, оно очень чёткое, на уровне вибраций. Оно не только ощущает настроение людей и определяет их статус психологический, но и выявляет их неискренность, выявляет лукавство. А это оказывается присуще, ну, не практически всем, а всем. За редким исключением. В том числе, как говорит мать, самым приличным, на первый взгляд, людям, с которым приходится иметь дело. Плутоватая атмосфера царит во всём человечестве. И плутовство стало, да это и было всегда, нормой жизни людей, пребывающих в поле эгоистического существования. Там по-другому быть не может. Эго всегда плутовато, оно всегда лживо, оно всегда изворотливо. Обязательно, на пустом месте, буквально. Всегдашняя неискренность проистекает из того, что человек мыслит и действует не из своей истинной сущности, а с участием фальшивых и эгоистических тел, ментального и витального эго, в которых изначально присутствует лживость, потому что они лживы по определению, они временные и, ну, временщики. Любой временщик лжив. Понятно? Ну, попались мы в такой ситуации, надо понимать, что это так. Несём мы в себя эти два фальшивых тела. Так что все эгоистические появления ментального и витального характера со временем мы должны, в общем-то, притушить. И действительно, плутовство и лживость происходят только от этих неискренних и временных сущностей. Истинная сущность такого не допускает. Понятно? Вот здесь простые примеры, когда контактируешь с теми, кто по их мнению, по их мнению стал на путь сознательной духовной эволюции, обнаруживаешь в них выпивающую неискренность, то становится не по себе. То есть словесное вравнё, равно как и умалчивание, всегда очевидно. Вот вы либо врёте словами, либо умалчиваете. Вижу, молчите. Клещами надо вытаскивать то, что я знаю, что вы где-то наблудили, наделали что-то. Нет, вот надо прям клещами вытащить, чтобы вы признались. Зачем? Чего врать-то? Я не ко всем обращаюсь, а в частности, к каждому. Вот по мелочам. Да вот где-то был. Ну вот два раза. Окажется, не два раза, а два месяца по два раза. По два месяца два раза. Ну, примерно вот так. Вижу, что повредили, изуродовали. Ну, где-то. На Рейке там или ещё где-то, я не знаю. Ну, к примеру, вы понимаете, да? Ну, видно же. Видно по глазам, что не мог не блудить. Приходит нормальный, вот спокойный. Говорит, да я нигде не был. Девственник. Я вижу, девственник. Вот. А у них прям вот на роду написано. Везде ходить. Мне письмо одна девушка прислала. Она была в 18 разных организациях, причём подолгу. Я вот страшно это письмо могу принести и страшное название могу озвучить. Представляете? И она вроде ничего как-то так говорит. Да это нормально, я искала. Чего искала? Там вот больше заразы даже в названиях трудно придумать. Там названия такие, что уж прям это... Страшно становится. Вы представляете? Шри Арабинда прекрасно осознавал, говорит мать, эту всеобщую путаницу. И он не любил, когда людям объясняли, пытались заставить их понять, потому что он хорошо знал, до какой степени это бесполезно. Вот как я понимаю, Шри Арабинда обычным людям, людям, которые пребывают в неведении, невозможно открыть глаза на их вопиющую слепоту относительно видения окружающего мира. Ну, невозможно. Ну, нельзя, это бесполезно делать и делать не надо. Таких людей подавляющее большинство, понятно, да? Даже самое развитое ментальное сознание, самое развитое ментальное сознание в силу его фрагментации не в состоянии правильно разобраться во всеобщей мешанине, а потому не следует никому навязывать своё видение. Если вы продвинулись в работе на пути, сдвинулись вот с мёртвой точки, и есть проблески же интегрального звания, знания, не надо никому это навязывать. Молчите, сидите, помалкивайте. Понятно? Сознание расширяется, сознание более интегрально всё видит. Вот, обычным людям невозможно как-то в силу их логики, не то что примитивной, обычной человеческой логики, как это вот выстроить в нечто целое. Ну, даже вот, казалось бы, людям, которые должны, вот, занимая определённое место, определённый пост по роду своей деятельности, вот, казалось бы, должны они это видеть, но, увы, не видят. В конечном счёте, интегральное, целостное видение мира со временем, вот, вы в результате работы на пути его обретаете, вот, со всеми его нюансами, вам становится возможно видеть мир только вот в новом качестве сознания. Как-то великий физик 20-го столетия Альбет Тэньшень сказал, замечательно сказал, человек должен видеть вещи, как они есть, а не так, как он хочет их видеть. Я бы сказал, не так, как он их видит. Прежним сознанием. Вот, небольшая поправочка. Понимаете? Мать о переживании телом Абсолюта, как она говорит, в нём, в новом сознании или в Абсолюте тело отдавалось эксперименту полностью, ничего не требуя, ничего, просто единственное стремление – быть тем, чем Господь пожелает, служить Ему. Вот и всё. Ну, она в данном случае говорит о позиции тела, слово «тело», то, чем она сейчас себя ощущает. Это вибрационная структура, физическое тело – просто инструмент этой новой структуры. Она говорит о позиции именно этой новой структуры, того, что мы называем собой в данном случае. Это новое вибрационное тело, куда переселяется наше супраментализированное сознание, наша индивидуальность. И неизменная позиция этого нового сознания, нашего нового или истинного «я», если хотите, полностью лишённого эгоистичности – это абсолютное доверие Господа, абсолютное доверие высшей силы. Доверие без каких-либо вопросов, пожеланий, что-либо улучшить или упразднить. Просто стремление быть тем, кем попускает нам быть божественное. Вы полностью отдаётесь эксперименту. Это же эксперимент, по сути-то. Постижение Господа, выполнение своего долга, реализация своего духовного таланта – это, в общем-то, грандиозный эксперимент, интереснейший эксперимент в вашей жизни. Я не знаю более интересного занятия, чем от неведения и глупости прийти вот к тому, к чему позволяет прийти работа на этом пути. А так, ну что за жизнь? Ну, скукотища, кислые, все, да боже мой, с вами-то вот, ну и поговорить-то, помолчать не о чем. Поговорить я уже не говорю, как только рот откройте, всё. А молчать тоже чем-то фоните, вопросами сплошными. Я хочу в глаза поглядеть, увидеть ответ на все вопросы. Вот, ну, в глазах ответ на все вопросы. Свой, чужой, свой, всё. Вы меня поняли, покойнички? Пробуждайтесь, хватит. Время серьёзное. А вы всё как-то половинчато. Полтела, полума. Всё целиком отдайте. А как отдать, чем останешься? Да? Не хочется отдавать ничего своего. И в этом новом состоянии, в состоянии абсолютной сдачи, сдачи Всевышнему, забывайте всё, что было раньше, чем вы раньше занимались, все используемые методы, практики, они просто перестают существовать. Само это новое состояние определяет ваше бытие. Вы метод, какая практика, вы сдались полностью, всё. Это состояние, говорит мать, которое длилось несколько часов никогда ранее, за 91 год существования на этой земле, ей 91 год, это тело не ощущало подобного счастья. Свобода, абсолютная сила, безграничность, нет невозможности, вообще нет никаких препятствий. 91 год. Так что у вас всё впереди, тут нет, 91-летних-то ещё нет. Ну, есть ещё время обрести свободу настоящую. Она, правда, поздно делом начала заниматься, ну, почти лет 80, да? Ну, настоящим делом, после духовного рождения. Родилась в 30 лет в духе, и всё, остальное всё профукало. То есть дальше работа не было. И только вот последние 15 лет, после ухода Шрифоробина, ну, 20 лет, да, она занималась всё-таки делом. Понятно? Так что если вы делом ещё не занимались, не поздно начать. А что надо начинать? Всё, знаете, смолчание ума. Всё, и на этом и закончить. С этого начать и этим закончить. Вы представляете, как всё просто сегодня. Так что за 91 год существования на этой земле она впервые в полной мере почувствовала себе могучую и благодатную силу и безграничность существования. Вот, она растеклась. То есть состояние лишённого пространства временных ограничений. Поверьте, есть что с чем сравнить за свою долгую жизнь. Она столько всё перепробовала, столько всё перечувствовала в своих духовных поисках, но подобных ощущений безграничной свободы, силы и благодати, которые буквально её затопили, она никогда не испытывала. Вот она, энергетическая прозрачность. Вот она, везде и нигде. Вот она, настоящая жизнь. А мы за настоящую жизнь принимаем жизнь в смертном теле, с её болячками, с этими стинаниями. Мы вроде называем это жизнью. Настоящая. Фальшивая она. Если ты знаешь, что было и что стало, и может стать, на самом деле ты вкус новой жизни почувствовал, тогда всё, хватит. И это становится возможным в результате вашего продвижения по пути. Комат действительно мы становимся результатом божественной игры «Найди себя». Такая забавная вещь. Все человеческие достоинства и недостатки казались ребячеством, глупостями. Это забавно, это не мысль, это просто конкретное ощущение. Это как субстанция без жизни. Всякие обычные вещи, как субстанция, которой не хватает жизни, настоящей жизни. Всё в человеческой жизни искусственно и фальшиво. Вот она на контрасте, это состояние. Говорит, боже мой! Люди живут фальшивой жизнью, искусственной жизнью. Там какое-то великое что-то, достижения какие-то, рекорды, политика, наука, искусство, культура. Она говорит, что полная чушь. На самом деле так. Все человеческие достоинства и недостатки, которыми привыкли оперировать люди с равенными друг с другом себе подобных, есть продукты эго, а по тому новому сознанию они видят с фальшивками, продиктованными ничем иным, как банальной человеческой глупостью. Включите телевизор и посмотрите, конкурсы проходят, какие-то там первые места кто-то знает. В чём? Посмотрите! Кто дальше всех плюнет? Это раньше было. Сейчас другие уже есть результат. Плевки в длину там и прочее. Это раньше. Сейчас более интеллектуальная дурь пошла. Ну, люди-то едят, смотрят, а больше нечего делать. Кто там спорит? Собирают такие физиономии дебильные. И не менее дебильные, только прилично одетые, ведут эти передачи. Они ещё большие дебилы, которые выводят на сцену людей, которых не надо выводить, не нужно. Вот просто там спорят, кто чей отец, чья мать там или ещё чего-то. И вот эти интеллектуальные дебилы ведут эти передачи. И люди это глотают, едят как норма. Я хотел, чтобы вы это за норму не принимали. Вы. Это норма для мира всего. Но вы должны это видеть. А я не обращаю меня. А ты обрати. Увидь и всё, дистанцируйся. А то мы на многое пытаемся закрывать глаза. А надо увидеть. Не долг в себе, нелицеприятной, но и в окружающем, а в себе ещё труднее. Тело стало совсем сознательным. Но на новом сознании говорит, не о теле физическом. Оно очень чувствительно к тому, что происходит в людях. Этого не было, но теперь это очень чувствуется. Вибрационная восприимчивость к состоянию людей после окончательного переселения в новое супраментальное тело становится нормой. И теперь безошибочно установить, кто есть кто на самом деле, не составляет никакого труда. И для этого не требуется никаких дополнительных данных о человеке, анкетных данных, каких-то, так сказать, сведений по иным каналам. Всю необходимую информацию несёт в себе качества исходящих от человека вибраций. То, что он излучает. Всё это есть. Новое сознание это воспринимает. Без всяких приборов. Никакой логики тут не нужно. Поначалу это вызывает у вас неловкость, ибо кажется, что человек считывает ваши мысли о себе, но это не так, он не может себе даже представить, что такое возможности. Что вы знаете о нём всё, а он вам даже ничего не расскажет. Но поначалу это как-то странно. Бывало, ну, вроде ты вторгаешься туда, куда не следует вторгаться. Ну, а ну вот так, потом привыкаешь. Правильно? Правильно или нет? Ну вот. То есть вы согласны. Это же не зависит от человека, если у него что-то изменилось. Ну, зрение изменилось, от близорукости нельзя осуждать, или дальнозоркость. Ну, и это вот чувствительность, вот и видение. Ну, что же с этим делать? Ну, вот так. Это не хорошо, не плохо. Это так. Вот в новом сознании это так. Если раньше до обретения нового сознания вы различали людей на уровне души или на уровне психического существа, там можно ошибиться было. Это всё-таки эгеристическая структура. Вот душа наша. Это не новое супраментальное сознание, а это некий центр или духовное эго. Там ошибиться можно было, ну, просто. Бывает. Ошибочно принимаешь кое-что за истину. На новое сознание там уже невозможно совершать ошибок, потому что оно 100% означает, что есть что. То есть ты отождествляешься с объектом наблюдения, с событием, с процессом, с человеком, с мировой какой-то там этой самой ситуации. Ты просто отождествляешься и видишь, что это как бы изнутри. Объяснить? Ну, как это? Объяснить это нельзя. Это просто невозможно, но это факт. Объяснять зачем? Как только что-либо не ладится или приходит в беспорядок, этот покой внутренний приходит как лекарство изнутри. То есть абсолютный внутренний покой. А что такое абсолютный внутренний покой? Это первое, ментальное молчание. Ну, и, соответственно, эмоции тоже стоят нормально. Да? Всё. Просто пауза. Нет мыслей – всё, лекарство. Никакого беспорядка не будет. А вы провоцируете беспорядок мыслями, соответственно, мысли вызывают эмоциональную реакцию. И пошло-поехало. Клубок. Нравится – провоцируете. Есть лекарства. Остановились – пауза. Всё. Идёт поток. Всегда и всюду. Где угодно. Всегда помните – молчать, молчать, молчать. Запишите себе вместо молитвы молчать, молчать. не Господи помилуй, спаси мя там грешними, мя-мя, и будете мяукать, мя-не-мя. Слово там не отменять. Молчать. Всё. Запишите, чтобы вообще все клетки тела до этого самого, от и до, только и кричали молчать, молчать, молчать. Это нормально. Вот молитва. Серафим Саровский нам оставил с Паисием Святогорецем. Молчание – наивысшая молитва. Заставляйте молчать, молчать ум. Ясно? Они потом в конце только поняли, что вот с чего надо вообще-то начинать. А вы всё положите вас помиловать, грешных. сегодня не то время, чтобы просить помиловать. Сегодня молчать надо. А вы начнёте теперь просить. Господи, чтобы я замолчал, пожалуйста, там, вы всё, как только начнёте, всё. Вам говорят, молчать, а вы просить молчать у него будете. То есть, как-то вот передёргивает враждебные силы все такие, ну, нормальные, здравые начинания. Сразу ум, он как-то раз, переквалифицируется, начинает вам помогать. Вот на лето уйдём, ну, пару месяцев, помолчите, чтобы в сентябре я встретил нормальных людей, процентов 60, вот, чтобы был нормальных людей сразу. За лето. Ну, за лето же можно научиться молчать. Можно и за два дня научиться. При искреннем стремлении. За неделю-то уж точно. Сатпрэм. Моралисты воображают, что находятся в стороне, в стороне от прегрешения других людей, тогда как они варятся в той же каше, что и другие. Мать отвечает ему, смеясь, естественно. Естественно, моралисты считают себя превосходными людьми. Моралисты, они же праведники, в общем-то, да, примерно так, считая себя превосходными людьми, не утруждают себя хоть капельку усомниться в своей личной непричастности ко всему происходящему на земле. То есть, они к этому не причастны, всё, что на земле происходит. Им кажется, что окружающий мир ужасен, но мед таков, каков и сам человек, пребывающий неведене. Человек со всеми его изъянами, деформациями, извращениями. И как бы ни старались моралисты дистанцироваться от остального мира, в них неизбежно присутствуют те же пороки, которые всему миру присущи. Обязательно. Так не бывает. То есть, мораль – это категория ума. Сейчас вот удобно говорить и постоянно говорить о совести. Вообще, что такое совесть, я вот понять не могу. Те, которые вот слова изображают, говорят, совесть, это совесть от Господа исходящей, и пошли демагогией заниматься. Совесть – это весть от Господа. Ну, любят слова расшифровывать, да? Вот что такое совесть, вы понимаете? А? Сейчас всё время говорят, что надо поступать по совести, что совесть должна всё определять. А? Вообще, пора, чтобы во главу угла или вот то, что должно определять, было поставлено хотя бы слово мудрость. Я не знаю, это не совесть. Ну, к примеру, я не знаю, чем совесть можно заменить. Вот у меня вчера вопрос такой возник, меня спросили. Я говорю, совесть режет слух, потому что с совестью вы уже столетиями носитесь, но я не могу понять, что это такое. Не могу. Можете определение совести дать, нет? Дадите, если заставят. А я вот мудрости определения дать не могу. Как можно дать определение мудрости? Вот тому, что вы не можете определить, то, что вы не можете определить, и есть настоящее. а совесть определяют, в словаре это есть. Всё определили, разобрали. Совесть от головы исходит вообще-то. Это мораль и совесть, они слишком, в общем-то, инструменты ненадёжные, потому что ими пользуются. А вот то, что исходит от истинной сущности, вот это и есть настоящее. А вот как настоящее определить, не знаю, только несовесть. Это новое сознание содержит великую силу и в особенности психологическую силу, то есть иммунитет ко всем реакциям, происходящим извне. Это интересно. Вот она говорит, что пребывание в новом вибрационном теле, помимо всего прочего, означает пребывание в абсолютной ровности, поддержание, которое не требует от вас никаких специальных усилий, то есть молитвенных или медитативных. У вас теперь действительно стойкий духовный или вибрационный иммунитет против всех деструктивных влияний извне. надёжная защита свыше делает вашу жизнь, всю вашу жизнь, во всех её проявлениях максимально безопасной. Разве вы могли когда-либо, когда-либо об этом помыслить? Оказывается, у Господа всё возможно. Вот вам и так называемый покров Пресвятой Богородицы. Вы можете им укрыться, пожалуйста, и быть под покровом Божественной силы, если хотите. назовите это покровом Пресвятой Богородицы. Жизнь может быть так чудесной, такой чудесной, простой, прекрасной, и действительно, человек сделал её глупой. жизнь. Я очень хорошо понимаю, что это было необходимо, чтобы толочь материю, но настал момент, когда это должно закончиться, чтобы выйти на новый уровень. Но для нового супраментального сознания видение того, что разумный человек сделал жизнь как свою, так и окружающую глупой, это неоспоримый факт. Просто факт. Однако при этом вы прекрасно понимаете, что человечеству надо было непременно пройти через это, через это состояние, это было изначально заложено в правила Божественной Игры. Вообще все этапы эволюции, все этапы эволюции, духовной эволюции, так же, как и эволюции видов, заложены изначально, ничего нового нет. Каждый этап, он по плану просто происходит. Вот эта дурь общечеловеческая, она должна быть. И в конце концов, она погубит эту дурь, вот это пятое земное человечество, чтобы уступить место следующему виду, шестому человечеству. Понятно, да? Вот. Когда дурь дойдет до беспредела, ну, все естественным образом прекратится и перейдет на какой-то новый уровень. И сегодня настало время, когда для того, чтобы превзойти эту обязательную фазу глупой жизни, обязательно вы через нее должны были пройти все, да? Вы же проходили через эту фазу глупой жизни? Да? Надо было пройти через эту фазу имеется все сегодня, и это все заключено в реализации пути сознательной духовной эволюции, чтобы успешно преодолеть эту фазу и выйти на совершенно новый уровень. То есть, то, что открывает нам следующие ступени эволюции. Вот и все. Но это надо сделать сознательно. ночью тело гораздо больше по размерам и очень деятельно. является деятельным, ведет полностью сознательное существование. Но она говорит о сознательном существовании в сновидениях. Вот я поперву, когда только обрел вот это состояние абсолютной сознательности в сновидениях, меня очень ждал всегда, даже утром просыпаясь с нетерпением вечера, вот время неотхода ко сну, когда в полном динамическом покое, в абсолютной сознательности, да, ты пребываешь в беспредельности и действительно погружаешься еще в мир сновидений. Там тоже кое-какие доработки, кое-какие шероховатости тебе приходится устранять. Ну это тренажер своеобразное сновидение это. Надо его использовать, вот мир сновидений, как тренажер, чтобы глупости кое-какие прорабатывать то, что невозможно здесь на земле. Знаете, там самая невероятная ситуация бывают? И вот в этих невероятных ситуациях надо себя правильно повести. Это тоже надо использовать. сатрэм. никогда не употреблял ни одного лишнего слова. Ну, думается, что Шрифоробинда в подлиннике, Шрифоробинда в самом совершенном переводе, это совершенно разные вещи. И я в этом неоднократно убеждался при вибрационной отсетке переводных текстов. Они разные, вот один и тот же текст я читал в трёх вариантах перевода. Вот в одном только я ощущал вибрации. Вот синтез-йоги три варианта перевода у меня был. А поразительной точность его ментального языка предъявляется тем, что он прежде всего поэт. Фрифоробинда поэт. И поэт всегда точно выставляет слова и определяет переживания. Ни прозаик, ни философ. Философ Тягомотина будет разводить, а тут можно два слова, всё. так же надо быть поэтом. И не случайно все древние великие учёные и мудрецы исламского мира все поэтами были, астрономами, поэтами писали, только не рисовали, потому что это дьявольское изобретение что-то рисовать. Понятно? А так они все виды искусств, озарения. Поэты все были. Вот эта плеяда совершенно блестящих представителей исламского мира средние века, которые учили Европу жить вообще и наукам, и арифметике даже. Так что я в Агарабинда поэт, вот так вот. У него все точно. Я его понимаю. Читайте его мысли, афоризм и убедитесь в этом. Это очень просто. А вот Кришномодти в переводе это всегда Кришномодти. Я не видел плохого перевода Кришномодти. Кришномодти изуродовать или испортить переводом нельзя. В этом я убедился. Ну, какой-нибудь профан только полный может там ну ребенок или машина, которая переводит. Сейчас же машину запускают и она переводит. Если человек переводит, Кришномодти испортить нельзя переводом. Точно, совершенно. Он умел так строить свои фразы, свою разговорную речь, стоящие за ним смысловые вибрации сохранялись даже в самом неудачном кустанном переводе. Он так умел строить фразу. Ну, озарение он не умел. Так она строилась у него. Сатпрем. Вот уже более десяти лет я не читаю книг, но если мне вложить в руки книгу, я сразу же знаю, какого уровня вибрация, которая в ней содержится. Ну, в новом состоянии сознания, вообще-то вибрационное качество любой книги, взятой вами в руки, определяется абсолютно безошибочно, не говоря уже о прочтении хотя бы одного предложения за ее содержание. Ну, предложение, на абзац, что там все понятно вообще. когда кто-нибудь предлагает вот вам какую-нибудь книгу и вы, взяв ее в руки, мгновенно даете оценку, то у человека, как правило, возникает недоуменный вопрос, почему так? А просто повернуться, исходящее от нее, объяснить это, используя логику ментальную, невозможно. Ну, не годится эта книга, нехорошая. она может быть красиво, плодно, все замечательно, берешь в руки, даже не открывай, она, ну, нехорошая. Особенно, что чувствуется в присутствии в деструклимных вибрациях лживый источник, который, на первый взгляд, кажется неискушенному читателю кладезем истиной. Он тебе принудит, там столько, там столько, не, это не годится. Вот самая опасная литература это когда вроде бы 90% истины и вкраплении там процентов 10 или 5 лжи, вот передергивание чуть-чуть, все, это очень опасные книги. Люди попадаются на истине, она им греет душу, и вот эти вкрапления лжи полностью это самое, гробят сознание человека. Вибрации не обманывают, вибрационные ощущения эллибрационные качества любой вещи над диагнозом. Шевробинда говорил, что говорил или часто давал понять, что писать было для него чем-то вроде уступки, которые он делал ментально в мире, и можно было бы вообще не писать, и что на самом деле его настоящее действие происходило в молчании. Шевробинда не был писателем, говорит Сатрем, он был эволюционным катализатором, грандиозной движущей силой, как и мать. Ну, что-либо говорить и писать по поводу реализации пути сознательной духовной эволюции и того, что необходимо для правильного духовного просвещения тех, кто имеет духовный талант, то есть для человека, полностью состоявшегося в Господе, по сути, действительно вынужденное действие, исходящее не от него самого, а как бы санкционирование свыше. Молчать, молчать и всё раз молчать и просто быть. Вот что желательно, что желательно более всего. А главное, пребывая в молчании, быть просто эволюционным, катализатором процесса супраментализации земного сознания, то есть быть неким светильником духа и заражать вибрациями новой жизни тех, кто готов заразиться. Вот истинное предназначение людей, которые окончательно состоялись в супраментальной жизни и до времени здесь пребывают на земле. мать о своей позиции по отношению к религиям. Добрая воля и благословность по отношению ко всем верующим. Знающее безразличие по отношению ко всем религиям. Хорошо она сказала, знающее безразличие по отношению ко всем религиям. Все религии – это частичное приближение к одной единственной истине, а истина находится гораздо выше религии. Нормально она объяснила. Доброй воле и искренняя благословность ко всем искренне верующим людям – это знак понимания того, что на сегодня это тот максимум, который они могут выдать в своём стремлении к духовной реализации. Но больше они не способны. Понятно, да? Вот. Безусловно, что в основе всех религий лежит лишь частичное приближение к божественной истине, которая стоит над ними. А потому все религии едины в одном. Я об этом говорю постоянно. В фактическом духовном бесплодии. Вот, в больших масштабах. Это духовное бесплодие. Они едины в этом, все религии. Это социальная структура, по сути, социальная организация, как-то упорядочивая жизнь людей, которые, ну, в большом социуме не могут, ну, адаптироваться в полной мере. Полемики по этому поводу с людьми верующими, что у них там, что как-то может быть и не так, бессмысленные, полностью отождествиться с истинной позволяет только творческая реализация пути сознательной духовной эволюции. То есть должна быть духовная эволюция, духовная работа, вот, а нестеснённая узкодогматическими рамками какую-то религиозную реализацию духовного потенциала. Свобода должна быть в реализации. Это сознание действительно необычное. У него есть чувство юмора. Молодец, мать, соображает. Так вот, новое суперментальное сознание взирает на окружающий мир с чувством доброго юмора. Доброго юмора присущего только Господу, сотворившему этот мир и затеявшему в нём свою волшебную игру. Или трагикомедию «Найди себя». Он же затеял эту игру. Трагикомедию. Смерти нет, всё в порядке. А мы так всерьёз, ой, ах, ну, играйте, посмотрим. А? Вы Шекспира где-нибудь видели? В театре или в кино? Видели? Нет? Шекспир не смешной? Нет? А? Сегодня не смешной? Сегодня, наверное, уже смешной. Быть или не быть, вот в чём вопрос. Остановились на Шекспире, и вот до сих пор Шекспире. Наш сознание, наш вообще не изменились. Есть Шекспир, это вот это, там это, да? Ну, куда, сколько можно Шекспира есть? Сколько кормить Шекспиром? Ну, всё сначала начинается. Ох, Шекспир, ещё кто? Ну, кто, вот там, по музыке кто-то ещё, да? Ну, по любому виду искусства. О, А. В школах, наверное, хорошо и бегом. Вообще, Шек, надо просвещать совершенно другом направлении людей. Это моё мнение. А мы всё на Средневековье где-то вот так вот, на этом уровне остановились, и никак не можем дать действительно реальный толчок сознанию людей, которые готовы что-то сделать с собой, в смысле духовной реализации. Так, насчёт юмора, замечательный. Как только чувство домового юмора по отношению к окружающему миру проявится у вас, и станет стабильным, то не спрашивайте меня, на каком этапе вы находитесь. Ладно? Когда научитесь улыбаться, глядя на этот мир. Ну, внутренне, я не гой, не хохотать, не смеяться. С каким серьёзным видом люди занимаются идиотскими вещами? Вот серьёзные политики, там, вот европейские политики, сейчас они собирают, счёт совещаясь, как поглядишь, ну, я не знаю, вот просто вот юмор, которого изобрести невозможно, он вот, живой. Женщина-гинекологи, там, вершать судьбами мира. А она гинеколог, что ли, какая-то, главная женщина? Ей бы делом заниматься в том месте, в котором она специализировалась, вот, а она вот миром рулит. Ну, вообще, интересно. А чего вы смеете? Вот такие маленькие вещи, нюансики. Наверное, диплом купила, да, как и все. Раньше на эту должность рвались. Вот мой товарищ, серьёзный товарищ, но у него не было руки. По окончании института, там, чтобы пойти в гинекологию, рука нужна была, хорошая. Это денежная профессия, вот. Ну, он попал недалеко от гинекологии, стал практологом, причём хорошим, хорошим практологом, настоящим, профессором. Вот. Недалеко. Ему сказали, ну, тут рядом. Нет, вы не смеетесь. Это профессор, Серёжа был, замечательный профессор. Сейчас, к сожалению, его уже нет. Это я вам по поводу юмора. В этом мире вообще всё немножко смешное. Сейчас новое сознание обучает меня, сметая для начала все моральные представления. Оно сметает все представления, все представления, заставляясь видеть глупость всех человеческих представлений, собранных вместе, каждый из которых, естественно, противоречит другим. Так вот, все человеческие представления обо всём на свете, в свете супраментального сознания, это несусветная глупость. Видение массы противоестественных вещей, собранных вместе, и исповедуемых людьми как некие ценности, заставляет усомниться в их психической полноценности. Причём они серьёзно говорят, собираясь вместе о каких-то ценностях. И они вот прикрываются вот этими фигмами, листочками морали. Но, увы, таков сегодняшний мир, мир ложных ментальных представлений обо всём на свете, и в этом мире вам, ну, что есть нам, приходится жить. Приходится жить. И то, что вы исповедуете, и как вы действуете, а действуете вы теперь из своей божественной сущности, может вызвать у окружающих недоумение, ибо их представление о жизни и о её ценностях вкодны отлично от ваших. Поэтому молчите. Даже дома не говорите. Врагом номер один станете. Детей, там, жены, мужа. Если у вас изменилось представление и видение того мер. Понятно? Пребывая вне всякой морали, то есть в поле божественного сознания, вы никогда не допустите того, что может повредить вам, вашей души и другим людям. Не надо никакой морали, не надо никакой совести. У тела больше нет ощущения своего существования. Самый-самый минимум. Но при окончательном переселении в новое тонкое вибрационное тело, в состоянии полной энергетической прозрачности, само понятие тела, ну, просто тело, понятие тела, перестаёт существовать. Вы, безусловно, знаете, что оно есть, но в ощущениях оно практически не даёт о себе днать. И если даёт, то самый минимум. Ну, например, это может быть лёгкая боль в результате травм, полученных при физических нагрузках. Или какие-то старые травмы, там, побаливают. А так тело будто в офисе не существует. Оно есть, но как факт. Но оно не вы. Уж точно. Теперь. Люди приходят. Я вижу множество людей. Это ужасно. Никогда не было так много. Я вижу людей. Сначала я вижу то, что они думают о себе, и то, чем они хотят казаться. За этим то, чем они являются на самом деле. Без усилий, без поисков. Я просто это автоматически считываю. Ну, мать одолевает большое количество визитёров, и ей невольно приходится автоматически, естественно, не прилагая никаких усилий, ранжировать их по качеству исходящих от них вибраций. И ошибок тут практически не бывает. Если помнить, Серафим Саровский об этом говорил, что он знает людей, но как только он включит ум, то все знания у него пропадают. Он честно признался. Я, говорит, их знаю, вот сразу он подошёл. Как только, говорит, начинаю что-то думать на тему этого человека, всё, все знания пропадают. Он честно признавался. Вот, как только включает ум, всё. То есть молчать, молчать, Серафим Саровский нам советовал. Я тоже вам советую молчать. Я не Серафим Саровский, но молчать надо. Слушайте. Результат непременно будет. Вот. Любой обычный человек, в зависимости от обстоятельств, любой обычный человек, вы же все обычные люди или не совсем? Ну, некоторые не совсем. Я говорю о любом обычном человеке. Любой обычный человек, в зависимости от обстоятельств, всегда играет какие-то роли. Роль отца, роль мужа, роль любовника, роль начальника, роль подчинённого. Ну, в мире надо играть какие-то роли. Сами понимаете, да? Ну, жизнь такая. Ну, любой человек. Есть упёты, плохо играют, им всегда по жизни не везёт. А кто хорошо играет, им там ничего. Они так проскакивают удачно. Ну, понятно, да? Да, что учить играть, те, кто по пути не становится, надо в театр ходить. Вот сейчас за рубежом, интересно, вот в Англии, один мой знакомый, он по психогенетике человек, который к России отношения не имеет, он иранец. Здесь ребёнка моего родители-коммунисты привезли, там родители умерли, он тут побыл-побыл, оказался в Англии. Ну, в конце концов, они там где-то оказываются, в Европе. Ну, психогенетика у них не наша. Он хоть здесь со школы с малых лет, но её невозможно привить психогенетику. У него другая. Вот. И сейчас он как-то мне позвонил и говорит, ой, я нашёл такую интересную, такую интересную, у нас там любительские спектакли, мы, говорит, там играем роли. То есть они вот в религию превратили вот эти игровые всякие занятия. Там играют, то есть по интересам. Там кто-то комедию, кто-то там трагедию. То есть вот ролевые игры, психологи, а он сам психолог, естественно. Как же быть на Западе, не быть психологом? Он окончил здесь ещё психологический факультет. И такой счастливый. Мы, говорит, играем, выиграем. Я говорю, а насчёт пути у него есть? Ну, я не знаю, мне интересно. Ну, вот они в интересы играют какие-то игры там. Ну, как дети. Играют, выиграют. Представление устраивают. Ну, свой мирок. Ну, как дистанцироваться от этого. Умело адаптироваться к нему вот в своей среде. Молчать у него не получилось. Когда я ему предлагал до отъезда его ещё туда. Вот. И в большинстве своём люди закрыты, являют собой разные фальшивые качества. Я говорю, что совсем немногие душ приоткрывают. Вот когда с такими людьми говоришь, у кого душа приоткрывается при правильном подходе, вот, возможно, тогда искренний талант. Только с ними общение, ну, действительно может принести обоюдную пользу и может иметь позитивный результат. То есть люди, которые, ну, приоткрывают душ, приоткрывают свою истинную сущность в разговоре, в беседе. Это сознание, новое сознание, очень интересное. У него некое безучастное безразличие ко всем человеческим представлениям, ко всем условностям, всем принципам, всякой морали, всему этому. Это кажется ему нелепым. Ну, действительно, обычные человеческие представления обо всём на свете для нового супраментального сознания просто перестают существовать и не берутся во внимание. Ибо они, эти человеческие представления обо всём на свете, с некоторых пор видятся нелепыми, даже смешными. И от этого, вы не поверите, становится очень легко, что ты видишь, что ты не соучаствуешь вот в их этих самых, так сказать, ну, заморочках, в их разговорах, в их беседах на совершенно пустопорожные темы. Только в новом качестве сознания ты понимаешь абсурдность обычной человеческой жизни с её неприходящими моральными ценностями, так называемыми, традициями, религиозными святынями. Сегодня или вчера вы не праздновали, даже не знаете, наверное. У вас в сердце не овукнулось. Была какая-то годовщина ледового побоища 1240 года. То есть вы ничего не ощутили даже? Нет, я серьёзно, я в календаре увидел. Там это отмечено как великий праздник. Чё вы? Ну, Куликовская битва, она поближе, 1380-й год или 60-й, а это 1240-й. Ну, Куликовская как потеплее, да? А вот там, я вот не знаю, там, может, холодно было тогда. Ну, вот нас вот туда-туда-туда. Вот там, ну, как вот, я не понимаю, как. Вот традиции, что-то, да. Ну, вот традиции, можешь, конечно, научить пионеров это самое, традициям всяким. Ну, вложить в голову чего-то. А вот так как-то... Есть традиция, она не есть традиция. Должна быть психогенетика-то, должны это ощущать живым, а не просто потому, что вот по традиции надо это по-разному. Не знаю, если это меттво, то вообще меттво всё. Если нет живой души, то какая традиция может быть? В чём она? Где она всплывёт, эта традиция? В каком месте? И вам становится понятно, вот глядя на то, чем люди занимаются, пытаются там к чему-то нас вернуть, что, Господа, всё это абсолютно не волнил. Для него главное, чтобы человек, наконец, вернулся в отеческое лоно и став результатом божественной креи. Вот, чего его волнует. Всё остальное человеческие, ну, как бы, игры. Ну, предварение чего-то. Но если на этом предварении ты остаёшься и не продвигаешься, всё время вот где-то вот у входа топчешься, толк какой-то. А вот что сегодня актуально, вот мать говорит. Смет, пища и деньги, я бы ещё добавил секс. Вот это сегодня актуально. У нового сознания впечатление, что это троица, четверица, я добавил, четвёртая, которая столь важна, в кавычках, в человеческой жизни, вокруг неё вращается человеческая жизнь. Питаться, умирать, иметь деньги. Все эти три вещи, да ещё и размножаться, но чтобы детей не было. Все эти три вещи для него – это мимолетное изобретение. Ну, я, к примеру, размножившим, чтобы детей нет. Ну, вот, вокруг этого всё крутится, всё продаётся, всё покупается, индустрия целая, работает, да? Нормально? Ну, вот на этих инстинктах всё основано. Ну, естественно, в красивой упаковке с расширением этого ассортимента. И всё это, вот всё это управляет сегодня миром. Мир в этом живёт. Если обычный человек честный, непривзято протестирует себя в отношении к смерти, к пище, к деньгам и к сексу, то вполне убедится, что его сознание, ослепленная жизнь, неизменно крутится вокруг этих вещей, естественно, с вариациями на эти темы. Ну, вариации есть. Ну, есть по-честному, себя протестируют. Там без философии шекспировских. Отсюда трепетная забота о здоровье, о правильном питании, о финансовой состоятельности, о сметной жизни, ну, и о полноценном этом деле. Всё. Вот забота. Трепетная. Я. Вот вокруг чего вообще жизнь человеческая вращается. И в связи с этим, да, всё это в целом направлено на культивирование сметной жизни. В целом. Понятно, да? Чтобы вы не выходили за пределы сметной жизни, это и есть результат пребывания человека в неведении. То есть, от действительно своего истинного предназначения на земле неведении-то. В связи с этим магазины, банки, медицинские церкви, аптеки, похоронное бюро – самые посещаемые заведения. Распространённые и самые посещаемые. Ну, что этому противопоставит? Ну, в угла действительно должно быть поставлено правильное духовное просвещение, основанное на базе современных научных знаний о человеке, о человеке как о самом большом незнании современности, о процессе божественной или духовной эволюции, о роли иметь человека в этом процессе, о механизме супраментальной трансформации сознания и тела индивидуя, о многом другом, что способно открыть людям глаза на их эволюционное будущее. То самое будущее, сознательными творцами которого, люди должны непременно стать, сами стать сознательными творцами своего будущего. Не кто-то вас туда приведёт. Вас ведут в совершенно другом направлении. О смерти тела, мать! Для нового сознания это как если кто-то решает сменить дом или сменить комнату, или даже сменить одежду. Почему все так суетятся вокруг смерти? Так что донашивайте, донашивайте тело. Просто донашивайте, оно залатано хорошо, там нормально. Есть возможность просто его подновить в целом. Есть возможность. Так занимайтесь этим делом. Вот всегдашняя суета вокруг смерти тела и пышное обставление его похорон с некоторых пор у вас, как у обладателей нового сознания, сапраментально, вызывает улыбку. Чего суетиться вокруг этого? Неизбежность смерти физического тела, существующего во времени, думается, не надо доказывать. Но всякий раз это воспринимается людьми, как случайность или вопиющая несправедливость. Почему умер? Случайная или несправедливость какая-то. Ещё, да? Ну, вот, ну, каждый раз. Как заново, вот, всё. Ну, видимо, где-то в человеческом подсознании глубоко-глубоко таится ядовитая мыслишка, что пышная церемония похорон с плачем и стенами – это церемония проводов человека в ад, не в рай. Ну, если бы в рай, как хорошо, да? Всё, ушёл, наконец отмучился, столько болел, вот. А теперь вот на небеса нет, вот в ад, наверное. Ну, подсознательно. Должно же вот чувствоваться, куда ты попадёшься. Ну, примерно так вот в модельном представлении. Может, всё это не так, может так, только частично, но промоделирует. Вы же всегда моделируете, куда вы попадёте-то, нет? А какая разница, куда вас поместят, как говорил Паисий Святогорец? Ну, куда поместят, туда поместят. Я честно делал то, что я делал. Как Господь сочтёт нужным, куда меня отправить, я туда и пойду. Чего я буду, выбирать, что ли? А если бы вам выбор дали, выбрали бы чего-нибудь приличное, нет? Приличное, я говорю. Ну, пора, наверное, перестать драматизировать смерть и смертную жизнь. И вообще, пора перестать умирать. Есть путь, который позволяет это превзойти. Понятно? Ну, сколько можно? Ну, так что проще расставайтесь с телом, отходя ко сну. Да? Расстаётесь просто без стяна, не без плача. Ну, примерно так же и во всём остальном. Проще. Будьте проще в этом состоянии. Количество формаций в земной атмосфере, которые можно квалифицировать как пораженцев, это грандиозно. Удивительно, как всё ещё в этом мире не взорвалось. Это она говорит в 70-м году. Все люди всё время формируют катастрофы. Не только формируют, а не вот они. Они постоянно, на каждом шагу сегодня, формируют катастрофы. Они ожидают худшего, хотят худшего. И замечают только худшее. Вот вам сегодняшний мир. Крайне обострённые вот эти вещи. Сегодня они вот крайне обострённые. То, о чём она говорит. Формируются катастрофы. Кругом. Пораженческое сознание. У всех, по сути. Это тиражируется. Причём смачно тиражируется. Как будто другого ничего в мире не существует. Деструктивный психологический климат на планете формируется на астральном плане, где накапливаются пораженческие настроения сметных людей, притягивающие через посредством кармической паутины всевозможные несчастья катаклизма, как личного, но и в результате планетарного масштаба. Из личных катаклизмов складывается планетарный катаклизм. И в результате возникают эпидемии помешательства, невытеменных поступков, самоубийства. А все сегодняшние средства массовой информации с упоением тиражируют этот мрак, усугубляя тем самым упаднические настроения. Полностью состоявшись в божественном, вы на какое-то время оставитесь Господом на дежурство по планете, так я это называю, с целью разрядки в вашем новом супраментальном теле излишней деструктивной напряжённости астральной помойки, дабы в эволюционном поле не нарушался энергетический баланс. Если вас сейчас ставят на дежурство, принимайте это молча и тихо, потому что все ваши внутренние изменения и ощущения, как только вы включаете ум, открывают помойку астральную, и вы готовы. Когда вы молчите, тогда вы озонируете это пространство. Чем больше будет нормальных людей сдерживать эту атмосферу, тем, в общем-то, есть возможность, что она скорее разрядится, не приведёт к финальным катаклизму сразу. Понятно? Так что держитесь. Чего так? Лап кверху. Ой, плохо, я не могу. Не можете вы. А что вы можете тогда вообще? Кроме паники. Это и есть ваше непосредственное участие в спасении человечества. Возможно, вы когда-то и мечтали об этом, чтобы спасать человечество. Да, ну вот спасайте. В своём новом статусе. Тело ничуть не тревожится. Оно настроено так всё время. Что ты пожелаешь, Господь, что ты пожелаешь? Его наделили новым сознанием, которое больше не имеет ничего общего со временем, то есть линейным временем. Нет, когда этого не было, нет, когда этого больше не будет, нет таких вещей, всего того, что движется. Действительно, совершенно новое и весьма необычное ощущение времени вот в этом новом состоянии сознания. Времени, вернее, безвремения. Открывается оно вам при окончательном переселении в новую структуру, в новое тонкое вибрационное тело, которое функционирует исключительно под влиянием высшей воли или всевышней воли. То есть абсолютно безошибочно функционирует каждое текущее мгновение. То есть линейное время, в котором существовало ваше сознание или психологическое время, оно перестаёт существовать. То сознание или психологическое время – это время, в котором принимал участие ваш мозг, центральная нервная система. Сейчас эта структура не принимает в новом качестве никакого участия. Вот и всё, новое сознание. То есть вот то, что не подвластно уже времени, вот линейному времени, это не застывшая статика, а вечная динамика. То есть то, что изменяется каждое мгновение. Вот это изменение каждого мгновения, где настоящее, прошлое и настоящее будущее вот в одной точке рождается. Это вот есть то, что действительно является результатом вашей сознательной духовной реализации. И для вас это становится таким естественным, вот этот самый процесс, где нет ни прошлого, ни будущего, всё время в настоящем, что физически вы даже этого не замечаетесь. То есть достаточно быстро адаптируетесь к новому состоянию, к новому пребыванию здесь, сейчас, не замечая действительно течения времени. Тело не беспокоится. Ежесекундно оно делает то, что надо делать, не задавая вопросов, без усложнений, планов, ничего такого нет. Вот она, новая жизнь, повседневная жизнь в новом супраментальном теле. Она действительно протекает неизменно радостно, без напряжения, без каких-то внутренних трений, без момента, да, без усложнений, нет вопросов, без далеко идущих планов. Ибо в каждый текущий момент времени делается именно то, что и должно делаться. И всё настолько точно и абсолютно выверено, то, что делается. Что остаётся только Ишке и не удивляться. Разве такое возможно? Таким образом, по сути-то, вот и реализуется то, что мы назвали сверхнознательной психической деятельностью, то есть сверхсознательной спонтанностью. Эта деятельность инициируется исключительно божественной волей. Вот с некоторых пор, я вот могу о себе сказать, я практически ничего не планирую. И на ряде примеров убедил, что мои планы могут не совпадать с планами Господа, что ли. А потому живу большую часть спонтанно, действительно, от мгновения, мгновения. Ну, как говорится, живу по факту. И меня это вполне устраивает, без далеко идущих планов. Эш, билет можно взять, чтобы куда-то поехать, ну, понимаете, да? Ну, заранее. Ну, так, чтобы если не поехать, значит, не поехать. Ну, взял бы, ну и ладно. Вы поняли или нет? То есть вот текущая ситуация, она может изменяться. И всегда изменяется в лучшем для вас направлении. В лучшем для вас варианте всегда. Вот в новом состоянии со мной. Эта не включается, она ничего не планирует, не охает, не ахает. Вот мы не поехали в Красноярск. Два раза отменяли рейсы. Я говорю, ну, отменяли, там, ну, иначе не надо ехать. Всё, выкиньте билет там и всё. Понятно ли? Почему не поехали? Два раза переносит рейс. Зачем мне надо? Ещё третий будут переносить. Значит, не надо. Правильная линия? Вопрос, вернее, ответ на вопрос очень простой. Не надо и всё. ОМО, я говорю, не надо ОМО. Не едем. А то ОМО, Мария Павловна, ОМО, я не Омонина. ОМО, это был завод. ЗИС. И всё. Два раза ОМО, третьего ОМО не надо. Как-то всё показалось дезорганизованным. Всё везде, все люди, все обстоятельства, все вещи. Причём в масштабе Земли. Полная дезорганизация. Как всего малого, так и всего большого. Но даже в этом случае можно смотреть на всё это и улыбаться. На полную дезорганизацию вокруг. Она действительно полная дезорганизация всего и вся. Люди вроде бы при деле, что-то делают, что-то планируют с умным видом. Там какие-то пишут петиции, бумаги, слова какие-то произносят, сможет. Полный бред. Все твои слова, кроме тебя, никому не нужны. Тебя вот, ты их, потому что их пишешь. Все остальные, если понравятся, они скажут, хорошие слова. И всё. И больше ничего. Я сейчас сталкиваюсь с этим ворохом бумаг всяких. Мне смешно становится. Люди при деле заняты. Наверное, основная задача людям не давать возможности отвлекаться от того, чтобы делать глупости. Как делаешь глупость, это увлекает. Тут вдруг задумаешься над смыслом жизни. И всё, конец. И глупости делать перестанешь. Даже в момент видения всеобщей дезорганизации человеческой жизни, будь то семья, какая-то подрядная контора или государство, неважно на каком уровне, находясь в новом сознании, не перестаешь улыбаться всему происходящему. И это действительно взгляд на всё глазами Господа. Ибо он, создавая наш мир и вовлекая его в свою игру, предусмотрел юмористический сценарий. Обязательно. Он не мог его не предусмотреть. Да? А так мы тут с тоски повесились все. Значит, он предусмотрел. И это вселяет в нас здоровый оптимизм, если он этот юмористический сценарий предусмотрел. Иначе бы можно действительно было сойтись с ума от излишней серьёзности. Чувство здорового, доброго юмора может быть только от Бога. Не от Галкина, не от Жванецкого. Понятно, да? Тело не беспокоится о своём очищении. Я не знаю, как объяснить. День и ночь без перерыва. Что ты пожелаешь, Господь? Что ты пожелаешь? Ну, в новом состоянии сознание никаких умственных забот, касающихся физического тела, я говорю, умственных забот, касающихся физического тела, нет, ибо всё теперь действительно Господу подчинено и вершится по его воле. Остаётся без всякой предвзятости исполнять только то, что тело действительно необходимо. Это туалет, кормление, прогулка, сон, отдых. Ну, умеренная физическая активность. И что оно, именно оно, тело, требует конкретно в ситуациях в определённых. Вот и всё. Вот к этому надо прислушиваться. Вот. То есть, животную составляющую надо как с животным и определять. Правильно? Лишились, допустим, животным? Ну, есть чем заняться. Есть или нет? Ну, вот. Занимайтесь, делайте ещё кое-что. В этом направлении. В связи с этим ваша жизнь существенно упрощается, честно говоря. А что касается очищения организма, то для этого не требуется никаких специальных процедур. Супраментальные вибрации делают это постоянно. Отравить вас петь ничем нельзя. Ну, ничем не отравишь вас. Нейтализация ядов, там, или любой дряни, попавшей в организм, осуществляют всё теми же вибрациями. Проверено на опыте. Травили, но не удалось. Вот, видите, отравить невозможно вас. Представляете, какое счастье? Дышите вы больше, чаще, через макушку. Экологически чистой энергии. Процентов на 80, наверное, она может в этом новом состоянии покрывать расходы энергетические организма. Так что с пищей, там, мало что используется. Кислородное дыхание тоже, дыхание в сильной степени уряжается, легочное. Так что дышать чистой энергией через макушку головы, наверное, ну, хорошо. Единственная вещь, которая утешает тебя, это такая идея. Всё, что делаешь, идёт на пользу всему. Всё, что делаешь, это не для тебя, для маленькой глупой личности. Это с пользой для всего творения. И действительно, когда Господь окончательно встраивает вас в общий эволюционный процесс, как проводника Его воли, как проводника энергии новой в жизни, то действительно возникает чувство, что всё, что происходит в вас и делается через вас, сделается с пользой для всего творения или для всего человечества, если хотите. Вот, ты просто инструмент, который использует божественное проведение именно в своих целях. И это не болезненные фантазии вашего ума, которого, кстати, нет. Ну, фантазировать нечем. Обычно ум фантазирует. А это просто ощущение. Ощущение внутреннее сильно отличается от фантазии ума. Вот это ощущение. Это не фантазия. Вот. Это ясное целостное понимание всего происходящего, как целесообразного, абсолютно целесообразного. Мать Сат-Трему. Ты единственный, с кем я могу говорить. Это очень хорошо. Вообще, я тебе очень признательна. Ты единственный, с кем я могу говорить. Другие меня не понимают. Ну, благодаря Сат-Трему мы имеем агенду, мы имеем путеводитель по до всей ли неизведанной стране, имя которой будущее. Из всех людей, окружавших мать, окружавших мать только Сат-Трем, понимал огромную важность того, что она на самом деле делала. И что она доверительно сообщала ему. Он просто не мешал ей выговориться. Она выговаривалась ему, ни в чём он ей не перечил. Он практически ей вопросов не задавал. А для всех остальных людей, которые окружали мать, она была просто символом эпохи Шри-Урабинда. И более ничем. А для некоторых, даже выжившей из ума старухой. Вот кем она была. для насельников Ашрама. Она это прекрасно понимала и благоволила Сат-Трему за то, что нашёлся такой человек, который стал рупором её сумасшедших идей. Который понял её, занял её позицию и готов был отстаивать его, невзирая ни на что до победного конца. Вот так оно и получилось. Бегство в нирвану было не решением проблемы, а лишь лекарствам. Лекарствам на некоторое время. Лекарствам частичным и, можно сказать, минутным. Ну, она говорит о бегстве в нирвану, которое было изобретено Буддой. Это его изобретение. Бегство в нирвану, восходящая медитация. Но тогда на планете был энергетический стиль в сильной степени, поэтому нисходящего потока не было, восходящий утратился. Осталась память о восходящем потоке. И вот эти вот манипуляции с поднятием энергии из центра кундалини кверху, это и было бегством в нирвану. Отдохновением, лекарством временным, но никак не эволюцией. То, что требовалось с приходом на землю спасителем. Так вот, изобретённое Будда и бегство в нирвану действительно было временным лекарством, отдохновением от тягот земной жизни. Ну, временным. Но не более того. Но самое главное, это в конечном счёте, если сегодня ещё этим заниматься, было ещё и бегством от духовной эволюции, от божественной эволюции. Бегством от исполнения человеком своего главного долга перед Господом. Те, кто сегодня пытаются решить проблему спасения негодными средствами, должны, наконец, задуматься над своим эволюционным будущим и, получив правильное духовное просвещение, встать на путь сознательной духовной эволюции. Вот, что сегодня требуется. Бежать уже некуда. набегались. Да? Ну, всё. Спасибо за внимание. Не напугал я вас? Нет? Ободрил хоть чуть-чуть. А? Ну, ладно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok